Всем привет! С вами Диана Суворова. В сегодняшнем видео вместе с вами буду распаковывать вот такую вот мистическую, загадочную коробку, вернее, Beauty Box от Jeffree Star. Мою коробку я получила буквально на днях. Я ее заказывала в момент старта продаж, буквально там, не знаю, в первые часы. И когда я зашла на сайт, из трех видов коробок осталось только эта. И это самая бюджетная коробка, если так можно сказать. Она стоила 60 долларов и в ней 4 предмета, 3 из которых эксклюзивных. Были коробки за 100 долларов и за 145. Концепция этих коробок такая. Вы заказываете и не знаете, что в коробке до того, как она к вам не придет. Я, кстати, специально не смотрела видео других блогеров с распаковками, чтобы сделать сегодня для себя первое впечатление. Ну и для вас, собственно, такой сюрприз, скажем так. Для компании это классный способ распродать все барахло, которое там залежалось на складах. Хотя, я думаю, вряд ли у Jeffree что-то залеживается. Ну, мало ли, какой-то мерч. Здесь может быть, кстати, мерч. Здесь может быть, конечно же, косметика. Я ожидаю, может быть, там будет палетка. Хотя, не знаю, вряд ли. Ну, за такие деньги, в принципе, она должна быть там. Может быть, какая-то маленькая. Не знаю, посмотрим, посчитаем, что и как там. Этот выход был приурочен, кстати, к 14 февраля. Я знаю, что, ну, пару раз в год, по-моему, Jeffree делает такие мистические боксы с сюрпризами. И как-то, я помню, даже был выпуск, что люди были очень недовольны тем, что находится внутри. Какие-то были разочарования связанные. Вот с содержимой коробки что-то не понравилось. В общем, я особо не вникала. Но, надеюсь, что сегодня я тоже не разочаруюсь. Вот. Ну что, давайте, наверное, приступать к вскрытию. Кстати, если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Американскую косметику, всякие новинки. Я тестирую очень-очень часто на своем канале. Поэтому подписывайтесь, ничего не пропустите. Так, обожаю все вот так вот вскрывать. Прям вот так вот она мне и пришла. Я заказывала через посредника. О, боже! Я уже тут вижу все у меня здесь красненькое. Я вижу шапку. Так смешно. И вижу блеск для губ. Ну что, с чего начнем? Наверное, начнем с шапочки красной, с сердечками. О, боже! Зима у нас, кстати, практически прошла. Но спасибо, Jeffree, за классную шапку. Я думаю, что прямо сейчас я ее и примерю. Шапка действительно как будто бы к 14 февраля приурочена. Так, вижу здесь 100% акрил made in China. Прикольный вот такой вот логотип. Jeffree Star. Три сердечка. Зима, конечно же, прошла. В общем, давайте все равно примерим эту шапочку. Пишите мне, идет ли мне такой прикид. Не знаю. Мне сейчас плохо себя видно. Сейчас вот зеркало на себя направлю. Так, как же ее правильно, может, вот так вот носят? Не знаю. Мне кажется, она чуть-чуть подпрыгивает. Но, в принципе, выглядит, по-моему, неплохо. Сегодня я в образе красной шапочки. Так, следующее, что я здесь вижу, показываю вам, что достаю. Это, кажется, блеск для губ. Наверное, вот так открою. Да. Та-да-да-дам. Первый раз, кстати, пробую блеск для губ от Jeffree Star. Слушайте, ну, прям такой валентиновский. Весь голографический. Переливается и голубым, и розовым. В общем, красивый-красивый. Так, ну, понюхаю, пахнет вкусно. Ну, накрашусь сразу. По-моему, здесь больше голубого какого-то блеска, чем розового. Хотя кажется, что он розовый. Блеск голографический и дает больше голубого такого морозного отлива. Если вам видно, как это все сейчас блестит. Я была с матовой помадой, но теперь я с блеском. Такой блеск, кстати, на сайте стоит около 18 долларов. Я подпишу внизу, сколько что стоит. Не знаю, найду ли я шапку на сайте. Но посмотрим. Так, это я пока в сторону оставляю. Так, следующий, третий продукт. Это поп-сокет тоже от Джеффри. Открываю. Розовый красивый поп-сокет, который можно прицепить на телефон. В принципе, для моего розового телефона он вполне сгодится. Смотрите, прям как родной, я бы сказала. Так, и я вижу что-то очень большое. И судя по орнаменту, который здесь, это палетка Элия. Я, конечно, в шоке. В шоке сказать это ничего не сказать. Ого! Я, кстати, не уверена, что эта палетка до сих пор продается у него на сайте. Возможно, она уже и вся была распродана. Ух! Так, ну что? Буду открывать. Очень-очень интересно. Ух ты! Знаменитая палетка с нашумевшим дизайном Элия. Так, открываю. Вау! Круто вообще, смотрите. Обалденный тут, кстати, набор оттенков. Сделано, конечно, очень круто. Все прям вообще. Упаковка. Обалдеть! Черные, насыщенные такие цвета. Конечно же, ряд вот этих зеленых. Но интересный с ней можно сделать макияж. Здесь такой горчичный есть. Ну, в общем, круто. Я здесь положила палетку одну, которая у меня есть от Джеффри. Пока тут все не упало. Покажу вам единственную палетку, которая у меня есть. Это мини Джо Брейкер. Вот такая. Вот она яркая. Кстати, есть на нее обзор на канале. Очень классное качество, конечно, у теней. И я рада, что у меня теперь есть и вот такая палетка. Я думаю, что мне к моему сегодняшнему наряду как раз нужно использовать что-нибудь зелененькое. Поэтому я бы прямо сейчас и накрасилась и сделала свочи. Сейчас порылась на сайте и поняла, что эта палетка Alien, она не продается уже на сайте. То есть, то ли все распродано вместе с этим боксом было, то ли специально для этого бокса изготавливали эти палетки. Не знаю, я, честно говоря, даже не знаю, сколько она стоит, но предполагаю, что около 50 долларов. Плюс где-то 18 долларов за блеск. Так что вы вот и получаете эти же 60 долларов плюс. Ну и прицепом еще идут шапка и попсокет. Не могу сказать, что меня прям сильно обрадовали эти предметы. Попсокет вообще копеечная штука. Штука шапка, я тоже думаю, ну не стоит она, не знаю, даже и 10 долларов, наверное, не стоит. Но я бы больше обрадовалась, не знаю, жидкой матовой помаде, может быть, консилеру. Но, опять же, очень сложно подобрать цвет консилера с блесковым помадой. В принципе, можно взять какой-то универсальный цвет, даже тот же красный, который подойдет всем. Ну, шапка красная, не знаю. В общем, приятные, конечно, были чувства, когда ты все это открываешь и не знаешь, что там. В принципе, сюрприз, конечно, удался, нечего сказать, 100%, потому что здесь лежит обалденная палетка. В общем, попытаюсь сейчас с ней сделать макияж, посмотрю, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и на подвижные веки у меня вот такой шиммерный зеленый. Он на подложке тоже из матового зеленого. В складке у меня очень красивый оттенок Fawn Home. Он такой розоватый. Обожаю такие оттенки в складку века. И кремовый использовала, немножко вот такого золотого. Сказать, что они пигментированные, это вообще ничего не сказать. Они действительно очень-очень пигментированные. И, ну, справиться с ними непросто. То есть тут нужно прям хорошо наносить, хорошо растушевывать. Ну, в принципе, тени Джеффри всегда славились вот таким качеством. Как вам вообще понравился бокс от Джеффри Стар? Я не могу сказать, что прям супер довольна. Где-то на четверку, наверное, все-таки. Я довольна палеткой. Блеск немножко мимо. Слишком он такой для меня голографический. Шапка, попсокет, ну, тоже так, тоже мимо. Но я думаю, что фанатам Джеффри, кто действительно является, вот, знаете, поклонником творчества, все-таки будет приятно что-то носить вот каждый день, типа попсокета и шапки. Ну, вряд ли это я. Но, в общем, четверку я поставлю за такой бокс из пяти. В общем, напишите, что думаете вы. Я, кстати, жду еще одну палетку от Джеффри, новую, фиолетовую, которая запустилась. Думаю, что скоро она тоже ко мне приедет. Сделаю макияж с ней. Так что спасибо, что были со мной. Увидимся в следующих видео. И всем пока!